Эта ситуация развивается не в очень хорошую сторону. Мы ничего сделать не сможем. Лиха, беда на чем? Ну, наш Рой-ТВ много раз говорил о том, как одержать быструю победу. Вот давайте, так сказать, про воздушно-наступательную дрона-ракетно-авиационную операцию, вот такое воздушное наступление, мы говорили, не знаю, ну, начали говорить, кстати, за месяц, до начала СВО, так называемой. Позвольте, как говорится, не повторяться, потому что если ты не выбиваешь противника быстро, вы помните, что говорил старик Суньзы, кстати, практик, война не любит длительности, война любит быстроту и победу. А наш, второй, так сказать, наш не менее замечательный практик русский, Александр Васильевич Суворов, нужно удивил, победил, быстрота, глазомер, натиск. Все они говорили о том, что нужно побеждать быстро и не затягивать войны, как Суньзы. Последнее дело – осада крепостей. Первое дело – победить без войны, там, разрушить планы неприятеля и так далее и тому подобное. В Москве эту истину забыли. Мало того, нам много раз говорили о том, что там стрелков, калашников, они паникеры, а на самом деле надо воевать медленно. Почему мы истощаем НАТО, перекраиваем мирохозяйственные связи, воюем там, обеспечиваем очищение элит, там и прочее, прочее. Все эти умственные пошли к чертовой матери. Запад вступает, уже готов, собственно говоря, открывает окно Овертона и начинает посылать войска. Да, пока еще введи на страну легиона, но лихая беда начала. Чем отвечать сейчас? Я по-прежнему считаю, что у нас нет адекватного ответа на земле, потому что, так сказать, усилить так называемый натиск на земле мы не можем. Воиска устали. И без дополнительной мобилизации, и на мобилизации людей, а не наборы по контракту, это трудно предсказать, мы не сможем переделомить ситуацию на земле. Я считаю, что не надо на земле, так сказать, лить кровь. У нас есть единственная надежда – именно воздушная наступательная операция. Без нее мы ничего сделать не сможем. Я добавлю, если вы сейчас взвинчиваете ставки и заговорили о применении тактического ядерного оружия, ну, хотя бы проведите для начала испытание тактической ядерной боеголовки, хорошо, на новой земле. Молотова, нарушите, пожалуйста, договор 1963 года о запрете испытания ядерного оружия в открытых средах, то есть на земле, в воздухе, в море и в космосе. Почему? Потому что подземный взрыв – это все-таки не то. Надземный – это наглядно, понимаете? Никто не может сказать, что вы имитировали. Начните хотя бы с этого, чтобы показать серьезность намерения, потому что, как вы понимаете, применение ядерного, даже тактического оружия – это переход черты, это качественный скачок, переход Робикона. Для того, чтобы это сделать, нужно иметь решимости гораздо больше, чем, собственно говоря, для введения, например, войск в Донбасс, в Одессу весной 2014 года. Вот нужно решительность иметь действительно, ну, как вот, намного больше. Ну, вы же тогда не решились, правда? А в начале так называемой СВУ вы не повторили американцев, которые прежде всего обезглавливали врага. Не надо никаких там ковровых бомбардировок, убийствами мирных жителей. Нет, они обезглавливали врага. Они лишали его командования, управления, связи. Они лишали его мостов, движения по железным дорогам, топливосновжения, горячеславочных материалов, электроэнергетики. Вы же этого не сделали. Это тоже тревога решительности. И вы хотите сказать, что, не решившись сделать это, вы примените тактическое ядерное оружие? Ну, хотя бы для начала тогда покажите на полигоне. Это, кстати, очень бы хорошо подействовало. Стрелков, которого предупреждал об этом, что затяжная война не приведет ни к чему хорошему, что есть одна логика быстрой победы, что затяжная война, так сказать, чревата появлением на Украине западных войск, оказался прав. Он сейчас, к сожалению, ждет апелляции. Он получил, у него приговор на 4 года за одну строчку, помните? Хорошо известная история. Может, вы его выпустите? Потому что ситуация переживается не в очень хорошую сторону. Сейчас такая ситуация, что ты, по-перше, мусишь, как боевая одница, по-друге, как досвеченная боевая одница, по-треть, как человек, который может командовать. И самое главное, как на меня, это показать, ну, властный пример, что, по-перше, война – это не обязательно смерть или калитство, по-друге, поранение – это не обязательно, а по-третью, это то, что иногда необходимость даже выше за спроможность. Мы сейчас на стадии динамической обороны. Сейчас тревает стадия повторного наступа Россиян, тобто нашей динамической обороны. Тут або перемога, або поразка. Не может быть нічиєю. Мы маем это усведомлювать. Есть вариант лише заморозки. Но заморозка – это просто пауза перед наступным этапом войны. И кому-то пауза піде больше на користь, а я этого не знаю, потому что будет очень много зависеть от того, на каких условиях эта пауза отбудется. Но пока мы не имеем, на самом деле, натяку на эту паузу. Потому что, если, например, говорите про ті поведомления в публичном просторе официйных осіб держави-агресора, то они кажут, что они не против перемоги, но с врахованием территориальных реалей. Вы же понимаете, что в их конституции записано 5 наших областей, включая части этих областей, которые деокупированы. Иншими словами, я больше, чем переконанный, что территориальные реалии – это мы должны отдать пока эти области вместе с теми землями, которые мы деокупировали. Лише для того, чтобы сделать паузу, чтобы дать врагу подготовиться до дальнейшей анексии, а потом в конце концов и снищения нашей страны. Я ситуацию бачу так. А если она такая, то, соответственно, тут немае другого варианта, а не перемога Украины, або поразка Украины. И мы просто маем объективно оценивать реальность, в которой мы в ближайшие годы, возможно, десятилетия, будем в стане війни різного ступеня интенсивности, аж пока что-то не изменится в России, и она перестанет ставить перед собой цель нашего снищения. Как только мы перестанемо пручатись, боюсь, что это поразка. Нехай не сразу, нехай не за месяц, но за несколько лет это может закончиться с полной оккупацией Украины. Людей, перш за все. И засоби, в том числе. Если говорить про лінію зиткнення, ну, перш за все артиллерия. Ну, тобто, кількість стволів достатня, кількість БК недостатня, але, как на меня, потому что я відслідковую, все ж, ну, найгірші часи позаду. От зараз вже більше, більше, більше з'являється боєприпасів. Украинские теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудовая иніціатива президента Чехии стосовно боєприпасів. І, ну, далі інновацій. Ми змушені в інноваційному плані інновацій заверши бігти попереду нашого противника. І у нас це гарно получається. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрона має. Багато в чому змінило хід війни, і ми застосовували його масово. Потім ворог побачив, що це працює. Просто влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже влітку минулого року кількість мавіків на лінії зітків противника була більше, ніж в нас. І вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія – це іпі-відрони. Знову ж ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили. Ми завдавали і завдаємо до тепер чималих втрат супротивнику. Але зараз чисто кількісно в супротивника не менше і в півідронів, ніж у нас. Інша справа – хто ними керує. Усе ж по кількості уражених цілей ми маємо перевагу в цьому компоненті. Але об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів, і ми змушені компенсувати їх і півідронами, а з іншого боку, ну, все ж противник зараз атакує. Відповідно, коли він в атацій, то він втрачає більше і техніки, ну, і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехтою людським життям. Тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От це є впівідрони. Далі інновації усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілює ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так, на полі бою уже досить давно і раніше, чому у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси. Але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів. Тобто вони теж рухаються в тому напрямку. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!